во время конфликта голос таким становится тихим и тело сковывать что что-то поделать с этим твое тело становится таким потому что у тебя в этот момент выбрасывается большом количестве адреналина кортизол во время любого конфликта если есть угроза жизни но тело иногда интерпретирует это так во время конфликта у тебя три реакции может появиться первая реакция бей то есть бей в ответ вторая рык которая может появиться беги и третью реакция замри вот я вижу у тебя реакцию который похожи похоже на замри реакция сковывается тело в этот момент твоя психика она а тебе беспокоиться и она хочет сделать все чтобы тебя не убили или не покалечили и она тебя вырубает она вырубает тебя мозг чтобы ты ничего не могу сказать в ответ потому что если скажут в ответ тебе угроза жизни Ты не должен двигаться, потому что если ты будешь двигаться, то тебя догонят и еще сильнее ударят. Ну, или там что-то с тобой сделают. И голос твой не должен быть высоким. Если ты будешь, ну, в смысле, громкий, в первую очередь. Если твой голос будет громкий, значит, тебе тоже достанется очень сильно. То есть у тебя страх. Этот страх тебя спасает. И самое смешное, конечно, в этом, что иногда нужно постоять за себя. Потому что действительно человек неправ, который на тебя кричит. Абьюзеры разные же бывают. Психопаты бывают, сцопаты бывают. Психопатия бывает, нарциссы бывают. Но и человек как бы все равно угрозы никакой не представляет, но все равно тело сжимается. Это говорит о том, что для психики, для тебя, все равно этот человек интерпретируется как угроза. При этом он может быть не качок. Это может быть вообще девушка. Она может быть младше тебя, она может быть слабенькая. Это может быть бабушка, это может быть немощный дедушка. Это может быть то угодно, но ты все равно боишься. Значит, этот человек для тебя угроза. И он угрожает твоей жизни. Что делать в этом случае? Можно работать в двух направлениях. Либо в одном из первых направлений. Это прокачивает навыки конфликта. Когда ты умеешь владеть техниками конфликта, хочешь, не хочешь, когда ты даже находишь тревоги, ты эти техники применишь. Это классика, как в рукопашном бое. Если человека затренировать до такой степени, вот прям затренировать, в какой-то момент на ринге у него все равно руки и ноги начнут двигаться. Потому что он хочет выжить, и при этом у него есть техники. И постепенно он успокоится. Тревоги не будет, потому что он понял, что на ринге он справляется с противником. Может быть не сразу, но со временем он успокаивается. То есть можешь затренировать себя мощно по практике. Например, у меня есть практика по конфликтам. Можешь туда записаться. Мы отрабатываем каждый навык отдельно, тренируем техники постоянно, постоянно нон-стопом. Меняем отношение к конфликтам, и ты выходишь на уровень уверенности в себе по конфликтам. Второй уровень. Разобраться, почему этот именно человек вызывает у тебя угрозу. Чего ты именно боишься. То есть, что именно тебя сковывает. То есть, какой страх за этим человеком стоит. Ты чего-то боишься не от этого человека конкретно. А что-то, какие-то последствия, которые были в прошлом. Может быть настоящим, я не знаю. То есть, ты чего боишься. И вот это нужно вытащить наружу. И попробовать это проанализировать. А можно ли это как-то убрать? А можно ли это как-то интерпретировать по-другому? Ну, это уже больше к самоанализу, к анализу ситуации, может быть, когнитивной терапии в том числе. Но это уже работа немножко другого уровня. Работа с тревожностью, я бы сказал. Тоже есть такая практика. У меня практика по тревожности. Можно записаться в нее и поработать конкретно с тревогой, конфликтами. Но если у тебя нет навыка конфликтов, ведения конфликтов, если ты не можешь постоять за себя, ты можешь убрать тревогу, но ты все так же будешь... То есть, у тебя не будет. Ты не знаешь, что сказать. То есть, ты тревогу-то можешь убрать, а в ответ ты ничего не скажешь. Поэтому здесь надо задуматься, что для тебя важнее. Навык или все-таки внутреннее состояние? Продолжение следует...